И всем привет, дорогие друзья! С вами Майк, и это пилотный выпуск очень страшных приключений моего нового летсплея. Но, если вы поставите 7 лайков, точнее, если вы наберёте под этим роликом 7 лайков, потому что, сами понимаете, нужна мотивация. Мотивация нужна всегда. Это даже не пилотный выпуск, а скорее какой-то тизер, трейлер сборки Брайна Мапса. Да, той самой старинной сборки Брайна Мапса, которую мне пришлось немножечко доработать. Так как моды некоторые не работали, некоторые конфликтуют, и, возможно, даже по течению летсплея я буду что-то менять. Добавил я, конечно же, своих модов, и сейчас я вам всё покажу. Что ещё сегодня я сделаю, я даже не знаю, я просто покажу моды, наверное. В общем, первый мод это Трамплины, он на них прыгал, Брайна Мапса, да. Это Байки второй мод, я не знаю, зачем он нужен, но пускай. Отравленные мечи, это классный мод, тут причём мечи не только на плохие отравления, но также и на хорошие. Вот, например, ночное зрение или невидимость, это прикольно. Я тестировал, я бил жителей, и они становились невидимыми. Некромантия, это мод, который добавил уже я. Думаю, мы потом в какой-то серии сделаем своего монстра, оживим его, тут разные части всех животных. Биомо Плэнти, это легендарный мод, конечно же, тут всё с природой связано, всякие посохи даже, телепортер, края какие-то, рубины, топазы. О, нет, начался дождь. Кстати, заметили, да, то есть тут старые текстурки? Вет, хер, клеер. Старые такие текстурпаки, но если вам не нравится, опять же, то есть здесь ещё и звуки заменены, тут жители прикольно так болтают между собой. Если вам не понравилось, то напишите в комментариях, я тогда поставлю Findful 32 бита. Который самый классический такой. Дальше продолжаем. Биомо Плэнти, да, это связанное с генерацией мира и, в принципе, прикольно. Крипипаста, легендарный мод, легендарный мод. Будем спавнить монстров очень страшных, слендерменов всяких, Джефф Зе Киллер, Смайл Дог. Могилки, это мод на могилке, они спавнятся в мире, И если их сломать, то выпадают всякие, в основном, не очень полезные вещи. Апокалипсис. Вот он, Пандора Бокс, который Брайн Мапс открыл в конце, И весь мир сгорел у него там. Это чтобы уйти красиво, скажем так. Но это ещё не всё. Если вы думали, что это все моды, то нет. Также здесь есть мод на хорошие и плохие сны. Будем попадать в разные миры. Вот здесь всякие конфетки, точнее, из конфет сделаны. Забавный мод, который я добавил, это пушка. Свинопушка, точнее, да, мы будем стрелять свиньями, это классно. Слендермен мод, который должен нас, по идее, пугать. И с него может выпасть всякая одёжка. И также Слендерс Ворлд на 17 урона, да, неплохо. Здесь ничего нету. Так, здесь ещё вязаная кожа, это тоже Слендермен. Негативит. Это всё спавнится в мирах сновидений. Также, также, также есть... Так, вот сами кровати. И вот он, тотем Херабрина. Я его сегодня, сейчас прям сделаю. И активирую, точнее, хотя нет, наверное, активирую я уже во второй серии, если вы наберёте 7 лайков. Также здесь этот, как он? Трэпкрафт вроде так называется. Чтобы защищать наш дом от всяких монстров. Конечно же, бэкпак мод. Также плачущие ангелы, но он, кажется, не работает. Тут некоторые моды довольно баганные. Не факт, что они работают. В принципе, это вроде как всё. Наступила ночь. На самом деле, здесь звуки страшные. Здесь Херабри нас будет преследовать постоянно. Здесь просто ужасно. Здесь просто ужасно. Так, наверное, надо яркость сделать ярче, чтобы вам было видно. Текстурпак красивый на самом деле. Давайте откроем этот, как он, бокс. Я забыл, как он называется. Сундук спавна. Но здесь, к сожалению, нет ничего полезного. В смысле, что я сейчас сказал? Здесь нет ничего полезного. Здесь нет ничего из модов, точнее, такого необычного. Также мод на мини-карту вы заметили. Вот здесь вот. Тут отображены всякие плохие и хорошие мобы. Но если вы захотите, я отключу. Потому что могут некоторые подумать, что это читерно. Может быть. Ну вот, в принципе, и все. Я не знаю, что еще говорить. А, точно. Тотем Херабрина. Я даже помню, как он делается. Так, адский камень. Золотой блок, адский камень. И башка Херабрина, да? Да, и башка Херабрина. Все, я наизусть даже помню, как это делается. Я, как обычно, не подготовился. Вот так он, по идее, выглядит. И давайте проверим. Конечно же, нужно его поджечь. Огнивость здесь такое тоже классное. И... Оу, yeah. Смотрите, у него стали красные глаза. Но писал он, You don't know what you did. Ты еще не понял, что ты сделал? Как-то так. Ну и теперь он нас будет преследовать. Теперь он будет спавнить свои постройки. Он будет ломать наши дома. Он будет просто насылать... Насылать-то на страшные звуки и армию своих мобов. Ребятушки. Собственно. Все это вы увидите в новом летсплее. Опять же, если вы меня замотивируете, поддержите. Потому что я очень грущу, когда вы не набираете лайки. Подпишись. Поставь лайк. Я даже не знаю, что еще сказать. Получается, да. Я просто тяну время. В принципе, все. Это я выкидываю в море. Потому что лучше это оставить там. Все. С вами был я, Майк. А также Херобрин. Ставим лайк и подписываемся на канал. И скоро будет круто. Всем пока.